Ни нужды, ни привод, И в царе, и в стране святой Век не будет никакой, Что за день, радостный день, Будет там. Что за день, будет там, Как навстречу я Христа, Он возьмет меня с собой, Край небесный, неземной, Руку даст Он мне свою, И я с Ним туда пойду, Что за день, радостный день, Будет там. Что за день, радостный день, Будет там. Что за день, будет там, Будет там, как навстречу я Христа, Будет там. Скоро день тот придет, Когда царь, 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 грядет, Он придет, душ за тобой, Чтобы взять тебя с собой, Будет там. Будет там, как навстречу я Христа, Будет там, как навстречу я Христа, Будет там, как навстречу я Христа, Будет там, Он возьмет меня с собой, Край небесный, неземной, Руку даст Он мне свою, И я с Ним туда пойду, Что за день, радостный день, Будет там. Слава Господу. Слава Господу. За Его милость и за Его любовь. И что Господь продлевает нам дни жизни, Чтобы мы приближались к Нему, Чтобы по милости Его, Может быть наши родственники, У кого дети в мире, Они встретились с Господом. Так что все, что случается, Все случается по воле Божией И по Его милости. Слава Богу. Мы сейчас будем еще молиться, Призывать имя Божие. И я хотел бы перед нашей молитвой Прочитать одно место Священного Писания И вместе, чтобы мы все порассуждали. Это написано в Деянии. Третья глава. С первого стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм В час молитвы девятой. И был человек хромой, А чрева матери его, Которого носили и сажали каждый день При дверях храма, называемых красными, Просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна Перед входом в храм, Просил у них милостыни. Петр с Иоанном, Всмотревшись в него, Сказал, взгляни на нас. И он пристально посмотрел на них, Надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, Серебра и золота нет у меня, А что имея, то даю тебе, Во имя Иисуса Христа, На зарея встань и ходи. И взяв его, за правую руку поднял, И вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочил, встал и начал ходить, И вошел с ним в храм, Ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его Ходящим и хвалящим Бога. Слава Богу! Чудесное место Священного Писания. Я думаю, что каждый из нас много раз Его читал и много слышал. Знаете, когда я читаю это место, То оно меня, знаете, утешает, Оно меня радует. И сегодня перед нашей молитвой Я хотел бы, чтобы мы немножко порассуждали Над ним стихом. Это 6 стих. Но Петр сказал, Серебра и золота нет у меня, А что имею, то даю тебе, Во имя Иисуса Христа, На зарея, Встань и ходи. Над теми словами, что Петр сказал, Что серебра и золота нет у меня, Но что имею, то даю, Встань и ходи. Знаете, интересные слова, И над ними стоит порассуждать. И этот человек, мы видим, Что он, сидя у храма, И так как он не мог возможности Работать, что-то зарабатывать, То его главная цель Было у этого храма Получить какие-то деньги, Что-то, чтобы для своего существования. Но Петр подошел и говорит, Что серебра и золота нет у меня, Но что имею, то даю. И эти слова говорятся о том, Что интересно имел Петр такого необычного, Что в нем было. И мы видим, что он взял его за руку, Поднял. И этот человек стал ходить. То есть Петр, он не имел что-то материального, Он не имел что-то такого физического, Чтобы он мог вложить в руки этому человеку. Но Петр имел нечто большее. Он имел силу от Господа, Имел вот эту возможность дать вот этому человеку, Чтобы этот человек изменил свою жизнь. Чтобы этот человек стал другим. Знаете, я очень часто над этим рассуждаю, И отношу это место Священного Писания Так же к себе и рассуждаю, Что имею в жизни своей я. Знаете, и вопрос стоит не в материальном, Там какие-то, может быть, деньги, Или что-то, что нажито на этой земле. Но что сегодня могу дать я окружающим, Имеется в виду в духовном смысле. Да, когда я беседую с людьми, Может быть, свидетельствую, Или проповедую людям, То знаете, интересно, что тут как бы, Петр сказал, что имею, то даю. То есть, знаете, можно думать, Что что-то имеешь, Но ничего не давать. А тут мы видим интересную вещь, Что Петр, он имел, да, И он дал. Знаете, сейчас много людей, Которые призывают придите, да, Исцеление, да, Вы начнете новый образ жизни, Но проходит время, И люди остаются на своих местах, И ничего не меняется. Как были больными, так и остаются больными. Но Петр, он подчеркивает ту мысль, Что если он имел, то он и дал. И этот человек встал и пошел. То есть, сегодня хочется в жизни нашей, Чтобы мы были не теми людьми, Которые только говорят, да, Что мы можем, что мы что-то имеем, Но чтобы окружающие видели, И что мы что-то можем дать. Что Господь благословляет нас, Что у нас есть эта сила Божия, Это Божие благословение. И знаете, в Библии есть много мест Тех людей, есть и положительных, Есть и отрицательных, Когда у людей, Те, которые, может быть, Читали себя верующими, Или думали, что они христианами, Но ихняя внутренность. И потом, по следствию каких-то обстоятельств, Было видно, что они не тем наполнены. Да? Это один из примеров. Это можно взять Иуду Искариот. Да? Тот момент, когда он все время ходил с Иисусом. Все слушал то, что говорил Иисус. Но в итоге в жизни его мы видим, Что за 30 серебряников, За вот эти вот деньги, Он продал Иисуса. Он отказался от Него. Также и в Евангелии от Луки, В 12 главе, Есть хорошая притча. И мы сегодня ее слышали. Но хочется ее еще раз зачитать. Это 12 глава 16 стиха. И сказала им притчу, У одного богатого человека Был хороший урожай в поле. И он расслужал сам собой, Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, Вот что сделаю, Сломаю житницы мои, И построю большие, И соберу туда весь хлеб мой, И все доброе мое. И скажу душе моей, Душа, Много добра лежит у тебя На многие годы. Покось, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, Безумный, Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, Что ты заготовил? Мы видим этот пример, Что человек думал, Что он многого достиг, Что он обеспечен на все время, На всю жизнь, знаете. И он радовался, И считал, Что на многие годы Он может жить И спать спокойно, И даже новые житницы Решил построить. Но мы видим, Что наша главная забота Должна быть не, А это материально, И мы свою душу должны наполнять Не вот этим материальным, Но именно духовным. Приближаться к Господу, Искать с Ним общение, И радоваться, И утешаться в Ним. И знаете, Самый главный пример, Я думаю, Что для нас, И пример духовной жизни, Это является Иисус. Это тот, Который, Будучи на этой земле, Знаете, Он всегда мог людям Что-то сказать, Утешить, Знаете, Исцелить. Даже мертвые воскрешали Для новой жизни. И самый главный пример Жертвенности заключается в том, Что придя на эту землю, Он пострадал за каждого из нас, Чтобы мы были спасены, Чтобы мы были омыты И очищены Его драгоценной кровью. И сегодня для каждого из нас Открыта эта возможность Прийти к Богу, Отдать свою жизнь Для служения Ему. Знаете, И как многие Говорили о том, Что когда Один картофель, Знаете, Он посажен в землю, То он приносит много плода. Так же я думаю, Что Христос, Он не зря умер для нас. И мы, как дети Его, Мы должны подражать В служении, В образе жизни, Для того, Чтобы Христос, Который умер за нас, Он не огорчался, А Он радовался И утешался, Видя, Что мы Его ученики. Видя не только, Знаете, На словах, Как мы можем говорить, Но и на наших делах, Чтоб люди, Которые видели нас, И которые с нами общаются, И которые мы не могли только, Знаете, Обличать в их жизни. Знаете, Может быть правильно, Когда обличаешь людей Мира этого всего. Ну, когда люди видят И эту силу. Силу, которая исходит из нас. Опять же, Тот пример, Который, Я думаю, Многие из нас слышали, Это о том, Когда одна продавщица Увидела в одном человеке В его глазах Образ Иисуса Христа. Знаете, Может быть, Не всегда нужно много слов, Много что, Много каких-то действий. Ну, образом жизни, Своим поведением, Можно приобрести многих людей, Чтобы они пришли к Богу И стали христианами. Поэтому, Да благословит нас, Господь, Каждому из нас, Быть тем, Добрым учеником. И впитывать от Христа Все вот это полезно, Как хорошая губка. Чтобы, Знаете, Быть прикрепленным к Нему Всецело. Как недавно, Я думаю, Все помнят тот пример, Как брат говорил о том, Что как, Хорошо быть прикрепленным, Прилепленным быть к кафедре, Да? Но я хочу сказать еще более, Что как хорошо, Если мы прилепимся ко Христу. Знаете, Будем с Ним одно целое. Будем с Ним рядом и Не открепляться никогда. Чтобы никакой ветер, Никакое смятение, Никакое искушение, Оно не отцепило нас. В это время последнее, В это время трудное. Да благословит Господь Каждого из нас. Давайте преклонимся И прославим Господа. Аминь. В тихий вечер склоняю Я колени в тиши И Тебя призываю О властитель души Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово и лень. Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово и лень. Все заботы земные отошли далеко, И в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, ты ответишь на вопросы души, Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знаю я, ты ответишь на вопросы души, Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Светом правды всегда ты, Нашу жизнь озарит, Как и Маус, когда-то рядом с нами иди, Разъясняй слова жизни, Чтоб горели сердца, По дороге к отчизне, С нами будь до конца. Разъясняй слова жизни, Чтоб горели сердца, По дороге к отчизне, С нами будь до конца. В тихий вечер склоняю, Я колени в тиши, И тебя призываю, О, властитель души, Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово и лень. Ты приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово и лень. Все заботы земные Отошли далеко, И в минуты ночные Мне бывает легко, Знаю я, ты ответил. Чтоб 198. Эммануин, 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 Спасение и счастье Ты мне подарил. Эммануин, 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 Голдовская, Жертвами неба открыт. Я падаю часто, Но знаю, Ты любишь Детей твоих вечно, Любовью своей И новые силы Даруешь крачай, Ты с тобой говоришь, Ты иди же смелей, Эммануин, 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 Спасение и счастье Ты мне подарил. Эммануин, 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 Голдовская, Жертвы мне неба открыт. И ты есть Отец твой, И ты солнце правды, Твои милые лучами, Согрета земля, И жертву Голдовы, Придем для спасения, Иисус мой Спаситель, Надежда моя, Эммануин, 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 Спасение и счастье Ты мне подарил. Эммануин, 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 Голосы в жертвы дни Небо открыт. И ты, Иисус мой, Сила и слава, И ты моя песня, Ты радость моя, Тебе успокоюсь, Собой вечером, Победа с тобою, О, Аллилу, Эммануин, Еммануин, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 пониже можно пустить мой бог ты очень нужен мне нет тебя мой бог ты очень нужен мне без тебя я жизнь не представляю без тебя ходила б я во тьме о как ты дорог мне тебя я прославляю ты залег меня с тенистого болота осветил очистил оправдал ценой крови возлюбленного сына меня ты грешную дочерью назвал какая милость дана мне от бога такую радость можно описать за что скажите счастье мне такое бог дал кто может мне сказать я грешница была теперь святая безбожница была теперь я дочь его кто мог подумать что стану я такая что буду славить бога моего хочу прощать любить и быть любимой не у людей а у тебя мой бог чтоб ты не уронил слезы единой за мой поступок или за упрек довольна всем что ты мне посылаешь и благодарна я за все что ты даешь я так люблю тебя ты знаешь и верю от себя меня не толкнешь слава богу за его любовь давайте все вместе с помощью гимн 1348 я слышу зов любви гимн 1348 я слышу зову Аминь. Выше, да не все с ней есть, Она сильнее всех светильц земли. Любовь Христа спасла, ты бери меня, Дала покой и мир моей душе. Над мною облака проходят в пышенье, И Божь любовь всегда со мной и изменяет мир. Любовь Христа превыше, да и слез небес, Она сильнее всех светильц земли. Любовь Христа спасла, ты бери меня, Дала покой и мир моей душе. Я слав в труде порой, в любви несовершен, Но мир его всегда со мной и нет днем перемен. Любовь Христа превыше, да и слез небес, Она сильнее всех светильц земли. Любовь Христа спасла, ты бери меня, Дала покой и мир моей душе. Изменщик я, но он, всегда все так же план, Все так же мут в своих словах, Все так круг и силен. Любовь Христа превыше, да и слез небес, Она сильнее всех светильц земли. Любовь Христа превыше, да и слез небес, Она сильнее всех светильц земли. Еще раз все вместе скажем слава нашему Господу. За это действительно доброе время, которое мы имеем, И мы можем благодарить Творца нашего за ту любовь, которую Он явил к нам. И как и утром говорилось с братьями об Иосифе, Что если бы он, можно сказать, знал, что такой путь тяжелый предстоит пред Ним, И для чего? Для того, чтобы весь, можно сказать, потом израильский народ был спасен от голода, То, может быть, ему и легче было бы, Легче бы он перенес эти, можно сказать, лишения. И так же и вспоминается пример Даниила, Когда он еще с тремя мужами, тогда еще юношами, были в плену, Но они остались верны, верны заповедям Господним, которым их научили их родители. И они смогли, можно сказать, остаться верными и в том месте, где они находились, явить силу и могущество Бога Израилева. И так же хотел прочитать из Третьей Царств, Третьей Главой, записанной в 6 стихе и в 14, Третья Царств, Третья Глава, 6 и 14 стих. Когда молился Соломон и сказал, Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, И за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, Ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И уже дальше в 14 стихе Бог ему, может сказать, говорит, И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. И как Соломон, может, вспоминал о том, что Бог даровал отцу его Давиду ходить пред Богом, так и дальше, Господь говорил Соломону, если ты будешь ходить так, как ходил отец твой Давид, Бог продолжит и дни его. О том пути, который Соломон видел в отце своем Давиде, И если бы он ходил так, как Давид, то Господь продлил бы и дни его. И Екклесиаст 11 главой 9 стих записано так. О том, что когда даже человек молод, у него есть возможность ходить так, как он хочет, так, как ему хочется, можно сказать, по путям сердца его. Но если сердце будет вполне предано Богу, и тогда не придется представать за те пути, по которым ходил на суд, да поможет нам Бог в нашей жизни искать путей Божьих, и как о пути, которым мы идем по жизни, записано в 22-м псалме. И в 4-м стихе. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Когда мы ходим с Богом, тогда Господь охраняет и благословляет, и в тех местах, где написано «долина смертной тени», то есть там, где нет солнца, там, где тень смерти, там, где, можно сказать, ужасы, и там Господь охраняет, если мы ходим по путям Его, и если мы ходим с Богом. И в 24-м псалме, в 10-м стихе записано «Все пути Господни, милость и истина, к хранящим завет Его и откровение Его». А в том пути, который Господень, и хочется, можно сказать, вспоминать и благодарить Бога за то, что наши родители показали нам этот путь, которым идти. И много еще в псалмах разные псалмопевцы записывают о путях Божьих. В 36-м псалме 23-й стих записано «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его». И можно прочитать чуть выше о тех людях, которые праведники. О тех записаны эти слова. «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его». Чтобы в нашей жизни ходить теми путями, которые Бог заповедовал и для нас, хочется еще прочитать притчи 3-й главой, 5-й и 6-й стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой во всех путях твоих. Познавай Его, и Он направит стези твои. Помоги нам, Господь, во всех путях жизни нашей искать воли Божьей, чтобы Господь направил стези наши». И вспоминается в 118-м псалме 105-й стих «Слово Твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей». Но когда это будет действительно так, только тогда, когда мы будем с Богом. И можно вспомнить, если мы идем каким-то путем, тропинкой, мы видим извилистый через лес, например, мы видим лишь только короткий участок впереди и сзади до первого поворота и от прошедшего поворота. Но если подняться немного выше, мы можем тогда увидеть весь путь. Да поможет нам Бог смотреть не только на шаг впереди и на несколько шагов позади, но видеть тот путь, который Бог приготовил для нас и стремиться к той небесной отчизне. Только тогда мы можем познавать все пути Господни и быть благодарны Ему за те пути, которыми Господь нас ведет. И как Давид еще воспевал в 138-м псалме, и на этот псалм даже очень прекрасной песни, можно сказать, написано. «Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, И все пути мои известны Тебе. Да хранит нас Бог, И всегда помоги нам помнить эти слова. «Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, И все пути мои известны Тебе». И также в Новом Завете Сам Христос сказал о том пути, который дан нам. Если мы будем идти этим путем, то мы тогда сможем достигнуть врат небесной отчизны. И прочитаю Иоанна, 14-й главе, 6-й стих. «Иисус сказал Ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если мы не придем ко Христу, мы не сможем прийти к Его Отцу. Только этот путь дан нам». Да поможет нам Господь искать Его и вместе со Словом Божьим сверять свой путь. И чтобы это Слово Божье освещало и во мраке, и в долиной смертной тени, тогда Бог нас будет подкреплять. Слава Богу, да будет Вечному. Аминь. Споем гимн номер 1608. 1608. Слава Богу, Иисус Яг Для Бога Когда в море посчитает волна, ветер грет твои паруса, и бессмысленна стала борьба спой тогда. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, Ты долгово завет в крови. Вред ты, упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой, И услышу Твои слова, ждал я Тебя. В нашей жизни любая беда, Словно в море крутая волна, Убить тех, кто бросил крестик, Свой крест нести. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, Ты долгово завет в крови. Верен ты, упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой, И услышу Твои слова, Ждал я Тебя. Укрепившись любовью отца, Веря в жертву Иисуса Христа, Силой Духа Святого Грозня, В бой тогда. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И долгово завет в крови. Верен ты, упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой, И услышу Твои слова, Ждал я Тебя. Ждал я Тебя. В небе звезда засияла, Тайной небес рассказала, И мудрицы к яслям пришли, Богу дары принесли. Золото, ладан, весь мирно Все принесли в изобилии, Все, что могли, преподнесли И поклонились они. Что могу я владенцу Христу подарить, Что могу я ему подарить, Чем отдать за спасенье, Что могу я отдать за спасенье. Золото целого мира Люди приносят кумирам, Только Христу надобнали Бредная злата земли. Песни героям слагают, Троны царям воздвигают, Троны царям воздвигают, Но Иисус примет ли он Почесть и славу и трон. Что могу я владенцу Христу подарить, Что могу я ему подарить, Чем воздать за спасенье. Что могу я отдать за спасенье. Дар этот Божий бесценный Не оплатить всей вселенной, Нам Иисус даром принес Всем избавление от слез. Перед младенцем склоняюсь, Трепетным сердцем смиряюсь, Нежность, любовь я отдаю Сердце и душу свою. Что могу я владенцу Христу подарить, Что могу я ему подарить, Чем воздать за спасенье. Что могу я отдать за спасенье. Слава Богу, дорогие братья и сестры, За возможность. Это так звучит обыденно, Что за возможность, за доброе время. Но если мы действительно понимаем, Что для многих этой возможности Сегодня нету. Многим она вообще закрыта. А для нас это великое благо. Даже второй раз в день, Имея это благословение, Посетить дом молитвы. Потому что мы понимаем, Это ценно для нас. Это благословенное время. И Бог в любви своей настолько благ, Знаете, что желая благодарить Его. Вот в сердце даже нет этих слов. И мы просто счастливы. Все то, что было сегодня сказано, Братьями, днем и вечером уже, Дорогие братья и сестры, Для нас это есть полезная пища, Есть здравое слово для рассуждения, И для того, чтобы мы действительно были Не только образованы в слове, Но и слово оно имело власть над нами. Потому что если мы не разрешаем Слову Божьему действовать в нашей жизни, То фактически мы имеем только образование. А когда слово Божье, оно имеет власть над нами, Мы ему подчинены, То оно и управляет нами, И приводит нас о том, О чем братья сегодня говорили, О Царству Небесному. Я думаю, что для нас всех вожделено, Даже для всех людей, Которые сегодня живут в этом мире, Если задавать эти вопросы, Вот и спрашивают людей, Где ты бы хотел быть, естественно, Все хотят, ну, в раю, в раю. Несмотря на то, что человек, Ну, по своей жизни, можно сказать, По стилю своему, Он не подходит даже, ну, На человеческий взгляд, Но, естественно, желание человека, Любого, оно есть желание того, Откуда он и вышел из рая. И в сознании человека есть понимание, Что человек, конечно, Он не предназначен для того, Чтобы быть в гиене огненной, Быть в аде, мучиться. И, как сегодня было сказано, Братьям есть то направление. Люди понимают сегодня, знаете, Которые достигают, Особенно это, ну, видно, Среди молодых людей, Люди уже за 50 лет, Они уже имеют, меняют ценности. Так говорит статистика, Что люди, достигшие 50 лет, Понимают уже что-то в жизни, И у них меняется приоритет. У меня есть сосед, значит, Напротив живет, он говорит, Я теперь к жизни начал относиться к философски. Я еще говорю, ну, Еще если и реально к ней относиться, А не к философски, То еще будет более правильное. Потому что люди понимают, Вот человек живет, трудится, Суеты, заботы, переживания, То же самое люди переживают, Будет ли завтра работа, Будет ли хлеб, Это не значит, что только в христиан, значит, Одни переживания, А люди, которые вместе с нами, Ни о чем не переживают. Естественно, люди переживают, А что будет и дальше, Будет ли мир, Будет ли благословение, Благополучие, И все переживают об этом. Но есть те, Которые имеют какую-то надежду на завтра, Как брат сейчас, Занил говорит, Которые видят путь, Не только видят впереди себя, А видят путь, Который у них проложенный, И он действительно уже известен, Этот путь. И благо, что есть сегодня, Знаете, Навигация, Которая пользуется водителем, Хотя она тоже, Ну, не всегда бывает, Но там, Где человек не знаком, Вот, В какой-то местности, Особенно, знаете, В Германии, Я думаю, Что в нашем городе она бесполезна, Это навигация, Ну, в 20 минут, Если прошел мимо, В одну сторону и не попал, То в 20 минут в другую, Вот, А если в большом городе Нужен адрес какой-то, Очень хорошая техника, И она приводит, Потому что она видит путь, А путь видит там, С высоты, Где-то с космоса, Есть спутники, То же самое, Дорогие братья и сестры, В нашей жизни, Мы имеем того, Который знает этот путь, Христос сказал, Я этот путь, И если человек пойдет, Вот по этому пути, То это навигация, Которая, Как сегодня, Современным языком сказать, Она приведет человека В правильное место, И мы доверяем, Знаете, Вот такая маленькая штучка, Как телефоны сегодня Вот нас звенят, Мы пользуемся, Вот, И она, И мы ей доверяем, И едем, И тратим на эти время, И доверяем, Что она правильна, Вот, Хотя, И бывают сбои, И бывают люди попадают Через аварию, Но большинство пользуется, Вот, И важно в нашей жизни сегодня, Дорогие братья и сестры, Дети, Подростки, Если мы понимаем, Что мы вверяем наш путь, Тому, Который знает этот путь, Который и есть этот путь, И есть эта истина, И есть эта жизнь, То, Естественно, Наши приоритеты становятся другими, Становятся другими, Хотя мы тоже заботимся, Чтобы были одеты дети, Были, Знаете, И ремонт в квартире, И все остальное, Но, Как было сегодня утром сказано, Брат, Игорь, О том богаче, Который сказал, Душа, Покойся, На многие годы у тебя, Ни о чем не переживай, Но вопрос всегда остается открытым, И мы это все понимаем, Самый главный вопрос сегодня, Это душа человека, Это дух внутри, Нас, Который мы живем, Знаете, Вот тело, Смотришь на него в зеркало, Каждый раз оно что-то меняется, Вот, И чем больше лет, Тем больше на этом мы иногда Проходим мимо зеркала, Молодежь они любят перед зеркалом, Они смотрят, Вот, Любуются, А мы уже, Хочем быстрее, Мимо его побрился, Значит, В сторону, Это тело, Ему определяна своя участь, Никто ее не избежал на этой земле, И если человек сегодня, Дорогие братья, Сестры, Все слушающие, Сегодня в этом служении, Слово Божье, Вот, Мы понимаем, Что есть что-то важнее, То цель, Естественно, Не амбары, Не покой, Как люди говорят, Вот, Успокоился, Все достиг, Есть обеспечение, Многие люди, Которые, Ну, Надеялись на какие-то состояния, Понимают, Как это все призрачно, Как это все призрано, Что сегодня есть деньги, Завтра, Завтра, Завтра поменялись, Или еще что-то, Или обесценились, И люди думают, Какие же деньги купить, Швейцарские франки подорожали, Последнее время, Там, Вышли на уровень, Потому что, Люди переводят, Золото там покупают, И человек так надеется, Ну, Я умнее всех, Я, Как-нибудь, Я проворнее, Или образованнее, Но, Есть слово, Которое сказано, Сегодня было в нашем собрании, Безумный, Человек, Не рассуждающий дальше, Чем вот то, Что мы видим, Всю ночь душу твою возьмут, А это кому достанется, Благо, Если есть дети, Унаследуют, Но сам вопрос души, Ты не контролируешь, Сегодня человек не контролирует, Самое важное, Это вопрос смерти, Не контролирует, Не имеет над ней власти, И не знает, Когда будет его переход, Когда случится этот момент, Встреча с Богом, И Слово Божие, Оно говорит о том, Чтобы мы, Как люди, Рассуждающиеся, Всегда бодрствовали, Всегда были в том состоянии, Перейти от этой жизни, И знать твердо, Что мы имеем, Вечное царство, Которое было сегодня сказано, Царство Божие Внутрь вас есть, Я хотел бы немножко Об этом и порассуждать, И прочитать еще Местописание, Которое говорит о том, Я рассуждал над этим, Когда братья проповедовали, И думал о том, Что действительно, Вот мы так устроены Богом, Что желание души, Вот желание, Помимо даже того, Как человек живет, Вот есть желание Внутри человека Быть в царстве Божьем, Оно заложено в естестве, Потому что человек, Он рожден, От царства Божьего, Человек, Который первый был Поселен там в раю, В Божьем царстве, Он потерял это, Я думаю, Как передается грех, Дорогие братья с сестры, В том, Что закон, Как все один согрешили, Как через одного человека смерть, То то же самое Передается это желание, Быть человеку в царстве Божьем, Независимо от того, Какого, знаете, Он сегодня сословия, Или это богатый человек, Или бедный, Естественно, Все хотят быть в раю, И царство Божье, Оно заложено уже в естестве человека, Но еще остается вопрос, Имеет ли человек это царство, Обладает он им уже на этой земле, Уверен ли он в том, Что действительно его душа, В случае перехода от этой земли, Она будет в царстве небесном, Она будет там вместе с Господом, Так говорит Слово Божье, И так всегда с Господом будет, Очень интересно рассуждать, Еще, знаете, Когда мы читаем Слово Божье, И немножко, ну, Нуждаемся в том, Я не говорю о том, Что вот мы мудрые так, Или образованные, А нуждаемся в том, Чтобы Бог открывал, Вы знаете, Когда Иисус беседовал Своими учениками, Сказал, Что в доме моего отца Обителей много, Представляете, В доме отца моего Обителей много, Если бы не так, Я сказал бы, Что иду и приготовлю вам место, И хочу, чтобы там, Где я и вы были со мною, Вопрос задается, Было место приготовленное, В случае учеников Иисус говорит, Я иду и приготовлю место вам, Есть какая-то, Можно сказать, Интрига в том, Что было приготовлено, Обители, В доме отца моего Обителей много, А я иду и приготовлю место вам, Чтобы вы были со мною, И где я буду, Мы понимаем, Что те люди, Которые жили До рождения Иисуса Христа, До его прихода на эту землю, Как дети сегодня пропели этот гимн, Что Иисус пришел, И теперь есть Царство Божие, Которое проповедано человеком Особым образом, Через Иисуса, И Христов говорит, Если бы не так, То я сказал бы, Что иду и вам место приготовлю, Чтобы вы были там, Где буду я, Есть какое-то особое положение, У тех людей, Которые будут с Иисусом, Будут там, Где будет Он, И Слово Божие, Которое хотелось бы прочитать Для нас всех, Это записано, Кремлянам, 14 глава, И 17 стих, Ибо Царствие Божие, Не пища и питье, Но праведность, И мир, И радость, Во Святом Духе, Всем известное слово, Мы часто ее слышим, Через уста братьев, И здесь говорится, И здесь говорится, Некоторое откровение для нас, Ибо Царствие Божие, Не пища и питье, Но праведность, И мир, И радость, Во Святом Духе. Сегодня, Самое, Самое, Приятное, Или, То, Чего ожидают, Вот, Люди, Живя в этой жизни, Это, Естественно, Какого-то праздника, Какого-то, Пира, Мероприятия, Какого-то, Застолья, Ни одно, Знаете, Мероприятие, Обходится так, Ну, Не были приготовлены Какие-то, Вкусности, Сладости, И сегодня, Это, Конечно, Слава Богу, В изобилии, И мы понимаем, Что праздник, Это должен, Ну, Иметь какой-то, Можно сказать, Заключающий момент, Это не только духовная пища, Но и, Естественно, Какое-то, И телесное, Но, Слово Божие говорит, О Царстве Божьем, Что, Это, Не пища питья, Это, Не богатство, Это, Не земные, Какие-то, И сказать, Что житницы у меня уже, Ну, Эти слабые, Нужно строить новые, Чтобы сохранить все это добро, И человек может сказать, Все, Для меня здесь Царство Небесное, И уже здесь, У меня все есть, Душа моя покоится, Но я уверен, Что, И свидетельств сегодня, Можно сказать, Тысячи того, Как люди, Обладающие огромными состояниями, Денег, Имеющие власть, Все, Что они хотят, Все у них есть, И они уже даже не знают, Что им бы еще захотеть, Чтобы у них появилось, Вот это желание, Хотение, Они уже не знают, Ну, Что им еще, Знаете, Ну, Купил машину, Ну, Можно купить завод автомобильный, Там, Купил квартиру, Не, Ну, Давай остров вместе с домами, Есть такие люди, Которые себе позволяют этого, Вот, Или купить государство, И человек не знает, Что бы ему еще захотеть, Но, В принципе, В этих людей нету этого покоя, И мира, О котором говорит здесь Слово Божье, Что вот они не ощущают себя удовлетворенными людьми, Потому что в душе есть сконечная цель ее, Это быть успокойной в том, Что она будет вместе с Богом, Душа, Дух человека, Который приходит от Бога, При рождении этого человека в этот мир, На эту землю, Бог дает жизнь ему, И именно покой, Он обретается тогда, Когда душа успокоилась, Когда помимо того, Что она ничем не обладает, А она имеет покой, Есть много людей, Которые ничем не обладают, Которые, Можно сказать, Живут на уровне выживания, Но в них есть тот покой, И есть та радость, Которую не имеют миллионеры, И это есть та разница, Что человек уже на этой земле, Он имеет царство небесное, Внутрь себя, Ему ничего не нужно, Ему не нужны миллиарды, Или миллионы, Ему не нужны обладать, Какими-то недвижимостью, Или яхтами, кораблями, Потому что у него есть царство, Внутри, Которое его полностью удовлетворяет, Которое его делает счастливым, Которое его делает удовлетворенным человеком, И дает ему необъяснимую радость, Говорят, Человек бедный, Ничего не имеющий, Но у него в сердце столько радости, О которой завидуют самые люди обеспеченные, Потому что эти богатые люди, Они всегда загружены чем-то, Или мыслями, Как сохранить добро, Чтобы не пропало, Или как приумножить, Или еще что-то, А человек, который имеет внутрь себя, Божий мир и Божий покой, Он обладает несравненно больше, И человек, который обладает материальными благами, Не может приобресть за этим благом материальным, Этого сердечного мира и покоя, И апостол здесь говорит о том, Ибо царство Божие не пища и питье, Но он говорит, Праведность и мир и радость во Святом Духе. Есть много, мы уже слышали на это местописание, Братья недавно проповедовали, Кто помнит, Кто был внимательным, Говорили о том, Какие смыслы предполагают под собой вот эти слова, И праведность, и мир, и радость во Святом Духе. Естественно, мы понимаем, Прежде всего, чтобы человек вселился в радость, В том понимании, в котором мы понимаем, Вот, что эта радость должна прийти от того, Что человек приобрел мир с Богом, Ему нужно привести в порядок свою жизнь, Свои отношения с Богом, И они должны быть в праведном русле. Я недавно говорил сам о том состоянии праведного человека, Который всегда пребывает при потоках Божьей воды, Который всегда пребывает в общении с Богом. И праведность – это тот дар, который дарован нам. И Бог даровал эту праведность, И эту одежду праведностью нас одел. И человек, если он хранит ее, Эту одежду, И мы говорили перед заповедом о том, Что рожденный от Бога, он не грешит, Он хранит себя. Он заботится о своей чистоте, Он заботится о своей порядочности, Он наблюдает за собою, Он работает. Это не просто так, Ну, оделся, ну и хорошо. Хорошо. Любую одежду можно одеть, знаете, Особенно дети наши, Хоть самый дорогой Моазина, Но если его выпустить на улицу, И он не позаботится о чистоте, То придет совсем другим. То же самое с нами бывает. И если человек понимает, Что праведность – это самая та праведная, Ну, первая ступень, Которую должен человек приобретать для того, Чтобы ему быть в Царстве Божьем. Чтобы иметь это Царство Божье. Что праведность и мир, Который имеет человек с Богом, У него нет страха перед Богом, Того, который имеют сегодня люди. Говорят, ну да, страшный суд он будет. Для кого какой? Для кого страшный? Для кого это будет тот, Который будет говорить, Господи, мы на Тебя уповали. Гряди! Мы ожидаем Твое пришествие. Мы ждем этого уже момента. И я недавно читал, Апостол Павел пишет о том, Что о пришествии в последнем времени. Вот, и он говорит, что И о нашем собрании к Нему. Что мы будем, Наше собрание – это к Иисусу Христу. И мы должны об этом заботиться. Что мы собираемся к Иисусу. И мы должны знать, Куда мы собираемся. Наше собрание – это к Иисусу. Мы собираемся от этой земли, Чтобы быть там вместе с Ним. И как Апостол говорит, Как это все будет. И если человек сегодня заботится об этом, То у него есть радость. Когда, знаете, говорят о каких-то плохих слухах. Мы слышим, что-то переживаем. Но есть какое-то другое состояние. Оно непонятно откуда приходит. Есть радость. Даже если это будет. Даже если это случится. Но даже придется уйти с этой жизни. Придется расстаться с этой жизнью. Но ничего не пугает. Есть особое состояние человека. Он знает. Есть то место, В которое он стремится. И которое он ожидает. Он знает точно. Он уверен, что жизнь его – Это тот правильный путь, Который указан ему Словом Божьим Через Иисуса Христа. И здесь говорится о том, Что ибо Царствие Божие, Не пище питье, но праведность И мир, и радость Во Святом Духе. Сегодня очень важно для нас, Как для христиан, людей верующих, Понимать, что Именно то усыновление, Та печать, которая сегодня Есть в наших сердцах. Когда мы сегодня имеем радость От полноты Божьей, Когда мы собираемся в служении, Когда от Божьего присутствия, Дорогие братья и сестры, Приходит особая радость в наши сердца. Хотя и остаются переживания, Остаются и проблемы, И горе даже остается, Но приходит радость От особого присутствия Бога В нашей жизни, В наших сердцах. И человек понимает, Что вот, независимо от обстоятельств, Есть радость, Есть то утешение. И так говорится о том, Что то утешение, Которое нам предлагается, Как сынам, Бог заботится. Утешение бывает, И Дух Святой утешитель, И Он утешает, Утешает каждого. Утешает той надеждой, Которую мы ожидаем, Дорогие братья и сестры, Не потому, что Он говорит, Ну, сегодня денег нет, А завтра будут. Может и такое есть. Но Бог нас утешает, Что не всегда так будет. Не всегда будет радость, Не всегда будет печаль и скорбь, Не всегда будут переживания. Не всегда так будет. Но есть конечный, Итоговый, Можно сказать, Заключительный момент, Когда человек Обретает спасение, Когда он имеет уверенность В том, что Царствие Божие, Оно уже поселилось В его внутри. Оно внутрь есть, Потому что у него свидетельство Этого Царства. У него есть праведность, У него есть мир с Богом. И утешение от Святого Духа Приносит незабываемые ощущения И радость, И переживания От того, Что сам лично, Сам лично Бог Посвящает смертное тело человека. Это тайна. Это действительно тайна, Дорогие братья и сестры, О том, Что Бог присутствует Частицей Божества В смертном нашем теле. И от Его присутствия Эта плоть, Она трепещет, Она сокрушается, Она плачет, И она радуется И переживает Необъяснимые И неописуемые Состояния И переживания Сердца и души. От того, Что Бог Радует во Святом Духе. Никто не может Обмануть человека сегодня, Который пребывает в грехе. О том, Что он имеет радость, Он имеет мир с Богом. Есть 50-й Псалом, Который многое говорит О том состоянии Грешного человека, Который описывает Давид. Свои переживания, Когда он согрешил перед Богом, И когда не было этого прощения, Не было этого покаяния, Которое необходимо ему было, Он говорит о многих печальных вещах И переживаниях. Он говорит, Что нет радости. Нет. Все это уходит. И нельзя обмануть человека И сказать, Ну, у тебя все хорошо. Если я сегодня сам лично Не почувствую, Что в моем сердце есть радость, Есть утешение. И у меня есть Именно та праведность, Я понимаю, Что я все сделал правильно, Перед Богом по Его Слову. Это есть гарантия того, Что мы люди праведные. Если мы делаем не потому, Что мне так показалось, Не потому, Что я так считаю правильным, А на основании того Слова, Которое дает нам оправдание, Что мы все сделали Перед Богом праведно. Мы имеем утверждение В Божьем Слове. Не в Слове людей, Не в Слове, может быть, Тех, кто рядом, Но Слово Божье, Оно само утверждает нас О состоянии праведности, Если мы исполнили его. Дорогие возлюбленные, Да благословит нас Господь Сегодня понимать, Наше сегодня состояние Определено перед Богом. Если мы сегодня имеем мир, Если мы сегодня имеем праведность, То утешение от Святого Духа Приводит нас в заключительный этап Ожидание того момента, Когда наше собрание Будет к Нему, к Иисусу. Когда при последней трубе Написано, Ибо вострубит, И мы не придем умерших, Но будучи до происшествия Господа, Ожидая Его, Можно сказать, В теле изменимся. И так всегда с Господом будем, Пишет апостол Павел. Встретение на облаке, Там встретится Иисус И те, которых Он хочет взять с Собою. Поэтому наша сегодня задача Это быть уверенными в том, дорогие, Что действительно Царство Божие, Оно внутри нас есть. И мы Его ощущаем. Находясь сегодня среди этой земли, Среди забот, Среди хлопот, В нашем сердце есть особое состояние. Мы пребываем в Божьем мире. Есть та радость, Которая нам дарована, Что мы сегодня дети Божьи, Божьи запечатлены Божьим обетованным Святым Духом. И это утешение, Которое Бог сегодня утешает нас, Оно приходит в наше сердце. И мы ожидаем того, Действительно, Кульминационного момента в нашей жизни, Встречи с нашим Иисусом Христом. И, естественно, Он приготовит нам место. Он готовит нам место, Может быть, Особое место для Церкви, Той, которая приняла Его спасение, Приняла Его проповедь о Царстве Небесном. И Он сказал, И когда приготовлю, Когда приготовлю, То опять приду за вами И возьму, Чтобы вы были там, где Я. Я сегодня понимаю, Что Иисус, Он готовит нам место. Готовит место для Церкви. И ожидает того, Приказание Отца. Там написано, При возвещении. Есть это слово, Оно переводится как приказ. При возвещении, При гласе Архангела, При трубе Божьей, Придет этот приказ. Об этом части не знает никто, Написано, Ни сын, ни ангелы, Только отец. Вот отец даст этот приказ, И Сын Божий, Он придет за своей невестой. Помоги нам Господь, Дорогие братья и сестры, Быть готовыми к этому моменту. Ожидать этот момент. Не прятаться, Не просить сегодня, Может быть, Но умолять врачей, Чтобы как-то жизнь наша продлилась. Просто сердце Приготовить к встретению Господа. И ожидать того перехода Нашего собрания к Нему. В этом есть состояние. Если Бог сегодня сердце видит, То естественно, Он видит нас. Или мы искренне хотим быть с Ним, Или мы еще держимся за наши амбары, За крома, За сбережения, может быть, Или еще что-то. И это все открыто перед Богом. Поэтому, может быть, И нет иногда этой полноты радости, Нет этого искреннего желания Оставить эту землю И перейти к Иисусу Христу. Пусть Он даст нам эту мудрость, Пусть Он даст нам это состояние, Ожидание жениха, Который придет за своей невестою. Ему слава. Аминь. Споем гимн номер 1185. 1185. Слышно в мире весь атом повсюду, Иисусу Христу. Иисус Христу. Иисус Христу. День небесных хороприкований, Счастья и блаженства без конца. Как прекрасно чудное речание У престола Господа Отца. День небесных хороприкований, Счастья и блаженства без конца. Отжествуй нас, Средница Христова, На Тебе спасенья плечать. Отжествуй, Валисий, будь готова Господа желанного встречать. День придет и встреча на настане, На ладони от белых облаков. И невеста перед ним предстанет, Сохраниши верность и любовь. День придет и встреча на настане, На ладони от белых облаков. И невеста перед ним предстанет, Сохраниши верность и любовь. Слышно в мире весь одно повсюду, Василий, искупленной души. С святостью и славой озаренный, За небесной церковью смеши. Как прекрасно чудное речание У престола Господа Отца. День придет и встреча на настане, На ладони от белых облаков. И невеста перед ним предстанет, Сохраниши верность и любовь. Читаем хорошо для всех нас место из Библии. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. Не знаете ли, что тело ваше суть храм, Живущего вас, Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, И вы не свои? Сейчас очень много говорил брат Борис на эту тему. Я хочу обратить наше внимание на последние слова, Которые написаны в 19 стихе. А потом мы еще прочитаем и 20 стих. Итак, написано, что и вы не свои. Библейское понимание не свои. Это значит, человек он купленный. 20 стих говорит, ибо вы куплены дорогую ценой. Если человек купленный, то есть его кто-то купил, Значит, он себе не принадлежит. Потому что его купили. Апостол Павел пишет к этой удивительной церкви, Что вы не свои, потому что вы куплены дорогою ценой. Мы знаем, друзья, какой ценой мы куплены. Но я хочу вернуться к этой мысли. Тот человек, который купленный, значит, он не свой. Человек не свой, это значит, человек имеет такое состояние, Что для него мир распят. Он для мира распят. И вообще такой человек он себе не принадлежит. И все, друзья, ссылается только на одно. Только на одно. Этот человек он купленный. Если раньше он был рабом одного господина, И если от этого раба купил другой господин, То, значит, ты уже не являешься рабом того господина, Потому что тебя купили. И ты теперь являешься рабом совершенно другого господина. Итак, друзья, я хочу еще раз повторить. Библейское понимание вы не свои. Это когда человек, он знает, что он куплен дорогой кровью Иисуса Христа. Настолько Бог оценил нас. Настолько мы дороги были в глазах нашего Господа. Что ничего иного он послал на землю Сына Своего Иисуса Христа. И через свою смерть, через свои страдания, Мы куплены очень дорогою ценою. И поэтому тот человек, который знает цену, Которую он купленный, Он себя считает не своим. Теперь небиблейское понимание. Что такое несвои? Небиблейское понимание. Небиблейское понимание, это значит свой. Это значит свой. Если человек свой, то уже 20 стих, Он к нему совершенно не относится. Потому что он ценою, дорогою, он не купленный. Потому что он свой. Где человек является свой? Свой человек это тогда, Когда тебя признают в каком-то обществе, И говорят, не переживайте, Это свой человек. Это свой парень. Ему можно доверять, Ему можно что-то с ним, Дела иметь какие-то. И так человек свой. Но он уже не является собственностью Именно того господина, Который купил его дорогою ценою. И такое состояние, друзья, Оно для нас понятно. Он остается рабом самому себе. А это значит похоть плоти, Похоть очей, Гордость житейская. И участь такого человека, Который называется свой. Сам себе он служит. Он Господу не может служить, Потому что он свой. Он не принадлежит Господу. Он не согласился. Может быть, даже его Господь зовет, А он противоречит. Он не хочет. Сегодня родители говорят детям своим, Деточки, деточки, деточки. А деточки уперлись, и все. А мы свои. То, что вас родители интересуют, Меня сегодня это не интересует. Теперь, друзья, Есть еще третье положение, На которое мне хочется с вами обратить внимание. Итак, первое положение, Библейское, это не свои. Это значит, мы принадлежим Господу. И нас там вообще нету. Есть тело, есть мы ходим, Но мы мертвы. Для мира мир мертв для нас. Мы принадлежим Господу. И у нас только одна цель. Искать общение с Господом. Не библейское понимание. Мы свои. Мы живем для себя, Для своих похотей. Мы удовлетворяемся этой жизнью. И нам больше ничего не надо. Нас больше ничего не интересует. Теперь следующее положение. Как можно понять такое положение или статус, Который человек успевает в жизни своей? Наверняка вы уже догадались. Первое, быть не своим. И второе положение, быть своим. Вот как вот можно подвести итог такого человека, Который успевает, Который умудряется, Умудряется быть своим в этом мире. Быть своим, где тебя уважают. Ты в авторитете перед кем-то. И он же успевает вечером быть не своим. Приняв благочестивый вид, Он приходит на собрание, И он похож на своего. Он похож на своего. И вы знаете, И может быть даже в глазах человека, Человек он может ошибиться, И сказать, Довольно-таки хороший человек, Хороший христианин. Я лично встречался с такими выводами, Где люди делают видео, Вы знаете, так, Снаружи видят, Видя некоторых людей, Которые себя ведут благочестиво, Которые говорят о Господа, О Господе, Но Господа они даже и не знают. И потом они успевают, Выйдя из этой территории, Одевать вторую маску, И он старается своим для этого мира. Вот как можно понять. Есть такое библейское понимание, друзья, Где еще мы вернемся к своим или не к своим. Есть такое положение, О, если бы ты был, Помните, в Откровении, Холоден или горячь. Итак, горячий человек, Это вы не свои, Это библейское понимание. Холодный человек, Это человек, который свой, Который Сам по себе живет. Я слышал такое одно откровение. Я не буду подробно его рассказывать. Просто рассказывал один брат, Который идет по улице И видит в одном помещении, Зная, что там находятся Так называемые верующие, Он видит такое откровение, Что сатана на крыше сидит, Дремлет, А может быть даже и спит. Тот ему говорит, А ты что там делаешь? А он говорит, А что мне там внутри делать? Там и так все нормально, Там все свои. Там, в принципе, делать нечего. Мы знаем, друзья, Что тактика дьявола, Это украсть, убить и погубить. И вот слово Божье даже, Оно дает определение, О, если бы ты был Или холоден, Или горячь. То есть, с тобой еще можно что-то делать. Но какое только ужасное положение, Вот именно, Ужасное положение, Когда человек и свой, И человек не свой. И вы знаете, друзья, Очень тяжело. У такого у человека, У такого у человека Непонятный образ жизни. Для нас хорошо известно, Как тяжело работать Или как тяжело служить Двум господам. Когда ты работаешь на одной работе, Когда ты работаешь на другой работе, Как тяжело служить Или работать на двух господ. Ты даже не знаешь, Кому угождать. И тому нужно угождать, И тому нужно угождать. И в процессе Ты просто разрываешься. В процессе Ты начинаешь уставать, И в процессе ты склоняешься на какую-то сторону больше всего. Ты не можешь находиться посерединке. Ты не можешь, и я не смогу никогда служить двум господам одновременно. И Богу служить, и не Богу служить. Ходить на собрания, быть благочестивым. И потом быть вне собрания, где бы я ни был. Быть таким человеком, который свой в этом обществе. Практика, она показывает и говорит о том, что те люди, которые служат двум господам, как я уже сейчас сказал, они склоняются на какую-то одну сторону. Но невозможно сидеть сразу на двух стульях. Невозможно. Во-первых, это будет неудобно, и ты все равно куда-то больше пересядешь. Поэтому, друзья, практика говорит о том, что ты никак не можешь быть персонажем библейского характера. Ты никак не сможешь быть, вот именно, как мы сейчас прочитали, и вы не свои. Ты никак не сможешь быть. Практика говорит о том, если ты человек, ведущий двойную жизнь, и ты свой, и ты не свой, то ты обязательно, ты скатишься, ты обязательно сядешь на тот стул, который будет свой. Ты не сможешь, у тебя это не получится. Поэтому, друзья, хочется подвести такие небольшие итоги. Те люди, те люди, друзья, которые знают цену. Те люди, которые поняли, те люди, которые действительно однажды в жизни своей, они встретились с Иисусом Христом. Те люди, которые с сердцем пережили прощение грехов. Те люди, которые просто-напросто, видя свой старый образ жизни, они по сегодняшний день благодарят Бога. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сохранил и спас меня. Люди радуются, люди славят Господу, и у них одна единственная цель. Сохрани меня, Господь, чтобы мне не возвратиться на старую блевотину. Сохрани, Господь, чтобы мне, вымытому, никогда, как та свинья, не вернуться в эту грязь, снова лечь туда и лежать в этой грязи. У них только одна цель – видеть впереди себя идущего Иисуса Христа. И как бы там ни было тяжело, они умоляют лица Господнего, они ищут Господа, они плачут, они постятся, они просят церковь – помолитесь за меня, пожалуйста. То есть, друзья, библейское понимание – цель всегда находиться в присутствии Господа. Это те люди, которые знают цену, какой ценой они куплены. Тот человек, который понял, что насколько он только дорог в глазах Господа, что Господу пришлось ради Тебя, ради Тебя на эту землю отправить Сына Своего Иисуса Христа. Красота, ангелы, Божий свет, просто находиться в присутствии Отца Своего там на небе, друзья, мы даже не представляем. принять образ человека, воплотиться, стать человеком и ходить по этой грязной, пыльной земле. Вот ради Тебя и ради меня пришел Христос. Он не только пришел, Он сказал тебе выход из положения, Он указал тебе этот курс, куда тебе нужно идти. И до конца возлюбив своих, самые последние дни своей жизни, совершая эту вечерю тайную, склоняется над своими учениками, принимает образ раба, припоясывается полотенцем, наливает воды в умывальницу, моет ноги ученикам своим, вытирает их полотенцем, которым был припоясан. И говорит, вы мои, вы мои дорогие. Сегодня, слава нашему Господу, если сегодня открыто это нам, это ценность страдания, это ценность или это цена, которую я даже не знаю этих единиц, потому что, почему я не знаю, думаю, и вы не знаете, потому что этих единиц нету, потому что твоя душа и моя душа, они бесценны пред Господом. Христос умер за нас. Аллилуйя, слава нашему Господу. И поэтому, если сегодня я знаю, какою ценою я купленный, из чего избавил меня Господь, человек дорожит этим. И он находится на стороне библейского понимания, ибо вы не свои. Меня купил Господь дорогой ценою, теперь тело мое, оно не принадлежит этому миру, потому что написано, ибо вы знаете, что вы есть храм, и Царство Божие, оно находится внутри нас. Аллилуйя, слава нашему Господу. Вот она радость, вот оно счастье. Не библейское понимание, нам все понятно. И вот эта середина, друзья, где люди стараются сегодня успевать и нашим, и вашим, закончится очень плачевно. Мы будем молиться нашему Господу, чтобы Господь помог нашей молодежи, нашим детям, чтобы Господь помог устоять в этой жизни. Сегодня и взрослым тяжело, сегодня и взрослые борются, но, дорогие мои друзья, помоги всем нам Господь. Каждый из нас нуждается в этом, чтобы действительно иметь или понимание правильное иметь, и вот именно находиться на стороне библейской правды, библейской истины, или даже быть этим Божиим человеком, который говорит, ибо вы не свои, потому что мы куплены. Это библейское понимание. За такими придет Господь, при гласе Архангела и трубе Божией, они, друзья, восхитятся. Мертвые первые, оставшиеся в живых, они изменятся во мгновение ока, потому что это были свои Богу. Это были свои Богы. Они не были свои для себя, потому что от себя они отреклись, они знают цену, они знают своего Господина, и Он сказал, я раб, я раб моего Господа Иисуса Христа. Я себе не принадлежу. Поэтому, Господь, я твой раб, ты мой Господин. Мы сегодня утром слышали, где человек, он меняет свой престол. Сегодня на первой проповеди Олег такую мысль высказал, что рокировка, то есть идет переставление фигур. Если раньше у меня на моем престоле в этом сердце сидел я, Господин, то теперь произошла рокировка, то есть я схожу, а Господь садится на трон моего сердца. И поэтому такой человек, при гласе Архангела и трубе Божией, они воскреснут из мертвых, изменятся во мгновение ока, и вечно будут жить с Господом. Которые свои, о них вообще разговор законченный, друзья. А те, которые пытаются, сегодня есть время покаяться перед нашим Господом. Потому что скамья подсудимых ожидает таких людей. Встанем, друзья, и прославим Господа за Его милость к нам. На вопросы души Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи! Знаю я, Ты ответишь На вопросы души Приходи в тихий вечер, О, Иисус, приходи! Светом правды И всегда Ты Нашу жизнь озарил Как и Маус когда-то Рядом с нами иди Разъясняй слово жизни Чтоб горели сердца По дороге к отчизне С нами будь до конца Разъясняй слово жизни Чтоб горели сердца По дороге к отчизне С нами будь до конца В тихий вечер склоняю Я колени в тиши И Тебя призываю О, Властитель души Ты прийди в мою душу Тихо свет свой пролей Я Твой голос услышу Твое слово и лень Ты прийди в мою душу Тебя свет свой пролей Я Твой голос услышу Твое слово и лень Все заботы земные Отошли далеко И в минуты ночные Мне бывает легко Знаю я, Ты ответишь На вопросы души Приходи в тихий вечер О, Иисус, приходи Знаю я, Ты ответишь На вопросы души Приходи в тихий вечер О, Иисус, приходи Светом правды И всегда Ты Нашу жизнь озарей Как и Маус когда-то Рядом с нами иди Разъясняй слово жизни Чтоб горели сердца Сила и слава Во веки Во время пения Кто хочет покаяться Кто хочет примириться с Господом Кто хочет высказать какую-то нужду Перед Господом Пожалуйста Вы можете выйти сюда наперед Это будет вашим свидетельством И мы за вас помолимся Гимн номер 1189 1189 Спаситель наш Сошел на землю к нам Принес Он всем Спасения Бальзам Он пострадал и всех нас возлюбят Подарок сделал Жертвою себя Творец Он солнца, неба и луны Творец Он человека и земны Он сотворивший И ад и звезд Награду получит Лежавый код Он шепот листьев И дневной тиши Принес Он всем В спасение души Он грешника зовет Камни прийти Покой найдешь ты У моей груди Творец Он солнца, неба и луны Творец Он человека и земли Он сотворивший И ад и звезд Награду получит Лежавый код Как часто забываем мы о том Что Иисус зовет нас в мочи дом Что жизнь отдал Христос лишь ради нас Приди Он ждет тебя И в этот час Творец Он солнца, неба и луны Творец Он человека и земли Он сотворивший И ад и звезд Награду получит Лежавый код Как уже было объявлено Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok